Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим во грабе живу даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим во грабе живу даровал. Надежда Васильевна, благословите занятия. Господи, благословите занятия, чтобы услышанное приняло к нашему сердцу. И слава за все, отец и святой дух. Аминь. Аминь. Не очень обнадеживающий голос, но ладно, будем считать, что ты прибавил. Итак, Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 19 по 20 стих. Читаем. Тогда сказали ему, где твой отец? Иисус отвечал, вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего. Сие слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Толкование. Так как спрашивали его об отце в виде искушения, а не с целью познать истину, то он их и не удостаивает ответа, но говорит, вы не знаете ни меня, ни отца моего. То есть не можете знать отца моего без меня. Хотя вы и думаете, что почитаете Бога, но как не веруете, что он отец мне, истинному сыну, то нет вам никакой пользы. Вы не знаете его, как должен знать. Слышишь ли, нечестивец, подчиняющий сына отцу, если бы он не был единосущен с отцом, то как бы сказал, что если бы вы знали меня, то знали бы и отца. Ибо если, по вашему мнению, сын есть тварь, то как знающий тварь знает и Бога. Это прямо для мусульман. Кто знает существо ангела, тот еще не знает уже и существа Божие. Если же знающий сына знает и отца, то сын подлинно одного и того же существа с отцом. И при этом они не понимали, что делом силы истина Божеская была то, что он, окруженный врагами, среди их оставался невредимым и неприкосновенным. Тогда как они, прежде Пасхи, искали его и подстерегали. Кого искали, когда его не было и против кого, даже в отсутствие его, неистовствовали. Того, когда он среди сетей, не могут взять. Того, подчеркнем, кого он среди сетей, не могут взять. Ну, то есть Христос. Вот это он, она того, это сложно, конечно. Так долго. Они давно желали умертвить Христа, но были удерживаемы, невидимы узами силы Христовой. Ибо Христу нужно было долей оставаться живым во плоти, дабы доставить людям более пользы через совершение больших чудес и преподавание большего учения. И преподание, преподание, ну это то же самое, что преподавание, большего учения. Вот такие слова, простенькие. Казалось бы, кто хочет... Так, ну, братья, кто хочет нам здесь. Что было интересно знать? Отец Иисуса Христа, он все время говорит про отца. Мой отец, я с ним, я делаю то, что он сказал. Вы отца не видели, я видел отца. И только я, я один видел его, шедший с небес, говорит Иоанн Креститель. Он знает. Тот, кто на небесах был, он и знает. Они смотрят на него, как шедший с небес. Почему они удивлялись? Вот вопросы нужно какие задавать. Почему они этому удивляются? Про отца. Вот если вы наблюдаете за нашей великой, могучей страной, то вот позавчера был праздник у кого-то. Знаете? Праздник был. Вы видели? Мусульман. Мусульман, совершенно правильно. Вы видели, как они по Москве идут, празднуют? Не видели? Так набери. Празднуй на Рамадан, 23-й год. Набери. Москва. И ты увидишь. Неинтересно? Ну ладно, я вам расскажу. Молча. Молча. Вот от одной, проспект в Москве, от одной стороны дома до другой, идет вот такая колонна, и вот так телефон кто-то поднял, туда поднял, вот сюда поднял. И не видно народу, одни мужики. Ну сразу обхватило, ну тысяч десять человек, не меньше. В том году их праздновало, сказали, что вышло около двухсот тысяч было. Я не верю, но мужики одни. Я тебе потом сказал, набери, и всем будет интересно, и покажи еще вот здесь. А, понятно, тебе никак не набрать. Кто умеет набрать? Он Енафа сидит. Хоть кто-нибудь бы пошевелил. Да, пошевелил. Но никто не шевелится никогда. Причем это везде. Хоть у кого на занятиях, у Борцова, у Каримова, никто не шевелится. Вот кто ведущий, шевелится, и все остальные, никто не шевелится. Ну и Дыбунов, все, больше никто не шевелится. Никому ничего не надо. Ни у кого ничего нету. Все в телефонах, все что-то какие-то отговорки всегда. И только Дыбунов виноват. Он всех что-то там гнобит. Ну не хотите, не надо. Я просто рассказываю. И все идут молча. Молча. И это идут те, кто как раз этому сопротивляется. Они спрашивают Христа, где твой отец? Вернее, наоборот, спрашивают у отца, у Аллаха, где твой сын? Вот так как бы наоборот. И еще написали на Алексе, это у них мечеть, у Аллаха нет сотоварища. Никакого, понятно? У Аллаха нет сотоварища. Нет сына никакого. Нет. Он один Аллах, единый. И хотят нам это доказать они. Как? Обратным ходом. Они хотят поднять какого-то, допустим, мертвеца, тряхнуть его, ну там, подщепурить, как Игнатий Иванович говорит. А могила 650 лет. Из могилы достали его. Натянули тюветейку ему, дали посох какой-то в руку и показывают нам, говорят, вот живой человек. Мы им говорим, 650 лет прошло, как он жил, нету никого уже. Все. Нет. Упираются. И поэтому приходится нам вообще ничего не говорить об их книге. Вообще, как будто ее не было. Она нам не нужна вообще. И говорим только по Библии. Все. А их книги нету. Конечно, они очень злятся на это. А что злиться-то? Злиться в что? Поглядите, они живут молча. Никаких ни плакатов, ничего. Вот видели у нас проходили протестанты здесь? Никогда, да вы что-то, что-то вы ничего не видите-то никогда. Снимает наше телевидение. Катунь-24, местная Алтай. Идут протестанты. И Христос воскрес! Из мертвых. И вот такие плакаты у них. Христос воскрес. Даровал жизнь. Помни Господа Иисуса. И вот так поворачивают людям. Идут, показывают. Престойно идут. Ничего такого. Они не свистят, не орут. А просто такие возгласы идут. И вот такие плакаты. И вот начиная от площади Октября и до речного вокзала. Вот они прошли. И у них постоянно такие марши идут. Показывают, что Христос воскрес. Почему у нас этого нету? Крестный ход. Где? Нету. Да и крестный ход никто не поймет. Я теперь сравниваю. Глядите. Мусульмане прошли молча. Но они знают единого Бога. И не знают, что Бог троится. Все. Им полное молчание. Почему? Ну, что непонятно. Господь устаз замыкнул. Но с другой стороны, Господь нам показывает. Минареты у них стоят. Вот София. В городе Константинополь. Сейчас Стамбул называется. Это мусульманский город стал. И они его захватывали, будучи мусульманами. Со страшной жестокостью. Все. Вот они эту Софию не разгромили. То есть это Махмед Второй. Он поставил еще четыре минарета. А огромные минареты выше, чем София. София сама около 80 метров. А минареты еще выше. Я не знаю, метров на 20. Метров по 100, наверное, минареты. И для чего эти минареты? Такие узкие, узкие. Как у нас трубы печные. Вот выйдешь сейчас. Вот эта труба у нас. Видала? Ну вот. Только в три раза выше. Там лесенка есть. И он с утра залазит. Маудзин этот его звать. И начинает во все стороны. Вот так руки делает. Или у них там такой круг. И начинает кричать. Аллах всех ждет. Аллах Акбар. Кричат. То есть Бог един. Бог свят. Он всех ждет. Приходите. Хватит спать. Рано утром это все происходит. Это для нас. Чтобы мы так же. А у нас что? У православных. С утра. Что у нас? Колокола. Колокола бьют. Все должны знать, что колокол это призыв к молитве. Но. Или тут кричат тебе, что един Бог. Он всех зовет. Ну нормально. И еще местами они в своей книге об этом говорят. А у нас сколько псалмов. У нас можно было с этих. Ну не минореты назвали бы. У нас часовня. Пускай часовня. Четыре. Почему четыре? Четыре угла света. Четыре ангела стоят и охраняют. И Господь. Вот видишь. Блаженный Феофилак говорит. Ангелов кто знает. Это не значит, что он знает сына. Вот так. Это сложно. Как раз эти люди знают. Вот это. Мусульмане они знают ангелов. Знают, что ангелы есть. Но они еще прибавили и джинов. У них всегда. Кто до конца все не знает. У них что-то или прибавлено, или отбавлено. У нас православных мы знаем все. И начинаем заменять не тем, чем надо заменять. Нам показывают с одной стороны протестанты, как нужно себя вести, когда Христос воскрес. Всем, чтобы все видели. С другой стороны показывают мусульмане, как нужно индивидуально относиться к своему спасению. То есть до такой степени, что утром кричать. А когда пришла советская власть, то что сделали колокола? Посрывали. Языки пообрезали у них. Что мешают людям спать. И вот утром сейчас едешь в воскресенье. Никого. Все. Попробуй в это время поехать в будничный день. Все забито. Все забито. Вообще невозможно проехать. Пробки стоят. Как в воскресенье? Никого нет. Почему пробки не стоят? И говорят. В Москве участвовало в торжествах 23-го года. Сколько людей? Кто смотрел? Кто интересовался могучей нашей страной? Сколько? Около двух. Пасхальная. Около двух миллионов человек. Около двух миллионов. Как прибавили, как всегда. Прибавили. Почему? Очень охота, чтобы народ был духовный. И вот Владимир Владимирович Путин поздравляет мусульман с их праздником. И такие теплые слова говорит. Слышали? Да вы что? Ты тоже не слышал? Енафь, ты не можешь там найти? Ну хоть чуть-чуть-то поработайте. Путин сказал слова обращения к мусульманам на Рамазан 23-го года. Прочитайте эти слова. И он там говорит о духовной составляющей для нашей страны. Что они большие патриоты. А ты знаешь, я сначала тоже так. А потом думаю. А есть у мусульман духовная составляющая или нет? Вот в их учении. А? Как вы считаете? Есть духовная составляющая у мусульман? Он говорит о духовном. Я думаю, почему он о духовном говорит? Духовная только в Библии. А потом думаю так. А если разбираться-то, ведь очень многое у них там из Библии есть. Ну только такое как бы. Но единый Бог-то явно из Библии. Это ж тебе не пантеоны римские или греческие. Как их научили, так они верят. Ну да, их научили, так они верят. Я просто к тому, что есть духовная. Но есть у них духовная составляющая. Есть. У них есть духовная составляющая. И поэтому, когда он сказал, что у них есть нечто духовное. И мы вспомним вот Игнатия Тихоновича. Он любит вспоминать мусульман. Какие у них жены. Женщины у них. Допустим, говорят. Ну это то, что они в их среде живут. Они боятся там и так далее. И эти женщины попадают к нам сюда, в страну. И они живут так же. Они не убегают к русским мужьям, которые им все могут разрешить. Курить, пить, ходить в штанах, там еще что-то. И они растят детей так же. Ну у них, правда, сложно работать им. Но они даже еще могут и работать. Вот что дело. И детей куча маленьких. Это показывает о том, что... И о чем они говорят-то? Они семью крепят. А у нас семья на первом месте. Вспомните. Мама. Кто такая? Отец для верующего человека. Если они верующие, они будут говорить о вере. Если они благочестивые, они будут тебе благочестие преподносить. Береги честь с молоду. Говорится для молодежи. То есть, есть такой момент, который мы должны раскрыть для этих людей. И есть то, что мы должны принять для себя. То есть, если мы веруем в то, что... Что Бог единый Отец, Сын и Дух Святой. Он сложная и простая. И единица, и сложная. И сложная. Сложная, то есть, это много. И простая, в то же время. Простая. Мы читаем в Кандаках. Возьмите великий канон Андрея Критского. Покаянный. Там постоянно об этом говорится. Даже запутаешься, да? И мы все это должны увидеть. Вот здесь, когда Христос отвечает нам. И глядите, как Он отвечает. Иисус отвечал. Вы не знаете ни Меня, ни Отца Его. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. То есть, не знаете ни Меня. Почему Он говорит в первую очередь, не знаете Отца Моего и Меня не знаете, а говорит про себя? Почему Он в первую очередь это говорит? Потому что Бог открылся в Иисусе. Это раз. А второе, то, что Он перед Ними стоит прям. Он перед Ними стоит. Задавайте вопросы, беседуйте с Ним. Вот Он открытый перед Вами. Он не прячется где-то там в катакомбах. Он не на небесах, что вы не можете достать его. Я стою перед Вами, отвечаю так сложно и так понятно. А вы это оставляете не просто равнодушным. Вы на это злитесь, вы яритесь, вы меня ненавидите, стоящего перед Вами. Вы задавайте вопросы, испытывайте меня. Свидетелей зовите. Прям выводите меня на улицу и показывайте. Этот человек, он убийца душ наших. Поглядите, вон там кто-то говорит, что он кого-то исцелил. Никого он не исцелил. И что? И народ бы повалил к нему, как он меня исцелил, того исцелил. Но они его прячут. Понятно? И всегда его где-то в закуток запихивают, чтобы народ не вышел. Нельзя было ему взять и набрать в компьютере, где-то выставить в интернет-сообществе в каком-то там мировом и крикнуть на весь мир. Ну-ка из угла вы видите его. Мы все видим. Не было тогда ничего этого. Вот спрятали его в темницу. Были темницы, зимданы, в яму посадили, и никто его не знает. Поэтому Гамалиил и сказал, что вы делаете? Если это от Бога, это же коснется и вас. Господь вас не оставит. Вы погибнете. Погибнете богоборцами. А если нет, вспомните. Февда был там. Иисус, Варисус какой-то. Выводил 4 тысячи, 400 человек. А потом другой там согнал множество египтянин, который говорил на греческом. И что? Ничего от них не осталось. Где они? Никого нету. А если с ними так живут? Бросьте вы их. Зачем вы так над людьми издеваетесь-то? Они же, видите, говорят о Боге нашем и так далее. И они послушали Гамалиила. Тогда отпустили биф, правда, апостолов. Ну, то есть, все равно они не могли, до конца им надо было. А Гамалиил, как мы помним, был никто иной, как учитель самого апостола Павла. Будучи еще в молодости, в Тарсе, в городе, это Киликия, Малая Азия, сейчас Турция, недалеко от моря, там, может, километров 200 проживал, тогда маленький Савл, и учился, будучи фарисеем, он учился у ног Гамалиила фарисея. Фарисея, будем говорить, слово фарисей переведем как учитель слов Господних и закона и псалмов в те еще до Христовы времена. Вот так. Он был учитель. А это был его лучший ученик, который участвовал во всех занятиях. Потому что тогда никого за руку не таскали. Не пришел и не пришел. У евреев такого не было. Если ты не пришел, то ты не еврей. Как у нас легко. Я не хочу идти, и ребенок не ходит, и люди не могут заставить его. В 14 лет ребенка нельзя заставить, девочку даже. Они срываются, они разбиваются, бросаются там, колят себя наркотиками, курят уже, вот это, паром дышат. Уже как бы они все знают о себе. А у евреев как это все дисциплинировано. Мы должны только поклониться и шляпу снять так же, как и мусульмане. Так что скажем так, что вот в этом, в духовном до конца делании они не правы. Но в том, что они стараются духовно себя вести и благочестиво. И мы должны признать, что да, есть такое. Но и в этом тоже они не до конца ведут себя правильно. Тоже надо об этом говорить. Но у нас-то нету нечего показать. У нас нечего показать с вами. Мы можем показать житие святых отдельных людей. Отдельных людей, что они там делали, как они там вели себя. Мы даже не знаем, как они вкушали. Вот Яв Златоуст, он вообще прятался при своем вкушении. И это побудило его, не побудило даже, а толкнуло его врагов рассказывать о циклопических трапезах Златоуста. Циклопические трапезы. То есть что такое? Там он собирает тайно женщин, каких-то обжор и жрет там в три горла самыми вкусными яствами. Там перепелки жареные. Не знаю, какие самые вкусные для них. Что они там придумывали, не могу понять. Ну, можно подумать, что там какие-то жареные вещи вообще. А потом, когда он умер, это было недалеко от города Трапезунт. Знаете, где город Трапезунт? Недалеко от Абхазии. Абхазия, знаете, где Черное море? Восток Черного моря. И на углу там есть город Трапезунт. И вот чуть-чуть выше его там какое-то селение из Кананы называется. Деревушка. Его там туда загнали монахи, которые за ним гнали, чтобы его убить. Из монастыря там одного. Не догнали, Бог упас. И он на Ослике ехал и там как-то шел. И его скручивало, скручивало. У него оказался желудок очень маленький. Видать, там столько язв было, потому что он пытался поститься в свое время. И желудок свой напряг так, что он не мог просто никакой пищи вкушать. И когда, говорит, он немножко вкушал, когда пища попадала к нему, его всего скручивало. И вот так вот он весь крутился, говорят. Ну, это говорят опять же. Вот не знаем когда, а начинаем. Оказывается, они просто не циклопические трапезы. Никакие трапезы. То есть, надо было человека жалеть. Я не знаю, ему хоть ножовы эти сами. Хоть птичка пускай птичья молоко несет. Но надо было сохранить этого проповедника, этого возлюбленного Господом человека. Но не сохранили. Теперь мы можем только толкованием и пользоваться. Видите, какое простое толкование. Еще раз почитаю. Так как спрашивали его об отце в виде искушения. Хотя, вроде бы, тут вопрос задают. Но только как искушение. В виде искушения. Они с целью познать истину. Он не удостаивает их ответа. Вспомним 18 главу Евангелия Таана. Здесь же будет еще. Когда Пилат, состоящий рядом с ним истиной, сказал, что есть истина. Он не мог даже увидеть, что перед ним стояла сама истина. Кто есть истина. Вот почему я говорю, что... Телефон это, посмотрите, Слово Божие. Вот глядите. Вот перед нами, перед вами. Это вот истина. Вот она истина. Вот это истина. Вот истина. Ни один из людей, из нас, если мы не говорим Слово, как здесь написано, мы не можем быть истиной. Но мы можем быть частью этой истины. Когда мы читаем прямо отсюда, берем толкование, исследуем по истине. Это все. Мы находимся в истине. Господь дарует нам это Духом Святым. Дух Святой за нами бдит. Мы не можем выйти вот из этого круга света. Как только мы вышли из этого круга света, мы попали во тьму. Поэтому пока мы вот в этом солнечном, в Духе Святом, в Божественном свете, Слово Божьего, мы находимся все в истине. Вот она истина. Перед ним сам Христос стоял. Можно было хоть что задать, любой вопрос. Американцы бы задали. Только я на него убил. Пилат даже этого не смог. А в толковании про Пилата говорится, что он давным-давно, написано, разочаровался в своих богах, в которых он верил. А их было ни много ни мало за 500 в пантеоне римском. 500. Они всех собрали. Я вам хочу сказать, что Рим, римское государство, опередило свое время. Даже сейчас находят раскопки, какие у них канализации, какие у них стройки. У них были 6-7 этажные дома в Риме. У них была канализация. Вода поступала в самые верхние этажи. Как это они делали? То есть они опередили свое время. Но главное, чем они опередили свое время, они собрали все-все богов, какие были, и никого не преследовали. И когда, то есть, представь, сколько богов. 500 с лишним богов. Всем можно молиться. Жизнь да гладь, да Божья благодать. Выдают хлеб бесплатно. Зрелище там в этих амфитеатрах. Столько народу воюют для того, чтобы Рим жил мирно. Вот для чего воюют везде. Отодвинули границы за тысячи километров от Рима. Для чего? Чтобы римскому народу. Это вся Италия была. Потом прилегающие там кое-какие провинции. Греция там. Чтобы хорошо жилось. Чтобы никакие варвары. Чтобы был мир. Чтобы молитесь богам и так далее. И вдруг берут эту иудею. Приносят туда эти сокровища из храма. В 70-м году, в 71-м. Это под арку. Триумфальная арка. Она сейчас стоит. И там показано, как семисвечник проносят. Столы. Это с храма Господня проносят. И это все явилось крушением всего римского этого духа. Оказывается, что нужно было? Нужно было, чтобы в Рим пришел Христос. Чтобы в Рим пришел, сама истина пришла. В Рим пришла сама истина. Сам Господь наш явился. То есть апостолы пришли, которые видели его. Которые прям слова его принесли. Начали записывать все. Ну, в общем-то, этот прорыв пошел именно... Мы до 70-го года видим только, как апостолы там проповедуют. Там апостол Павел, апостол Петр. Где-то в 68-м году приблизительно их казнят обоих. И семя христиан явилась... Кровь христиан явилась семенем для новых христиан. Как рассада какая-то упала. И через некоторое время, через 300 лет, 400, Рим погиб. Полностью погиб. До такой степени полностью погиб. На месте Рима там развалины остались. Деревня там, на том холме, на том холме. Потом Рим начал собираться. И вот Марина Геннадьевна, супруга, была в этом Риме. И ее впечатление... Я говорю, какие впечатления? Она говорит, такое впечатление вообще, что на развалинах могущественного государства, цивилизации какой-то неземной, пришли какие-то людишки, такие жалкие, как цыгане. И на этом торгуют, чтобы заработать все деньги. Там покажут развалину, там покажут. А люди туда съезжаются, и деньги платят им, платят. А они только похихикивают. Конечно, это не римляне, которые в Риме сейчас живут, это не римляне, это не те римляне. Те римляне собрали Христа у себя в Риме. Туда забрали его, и Христос распространился по всему свету. Потому что все дороги, как мы знаем, ведут в Рим. Но распространили их апостолы. Почему? Можно было там переписывать книги. И мы видим, в Константинополе, это Второй Рим, уже Златоуст говорит проповеди. И сидят люди, десятки, а может и сотни людей, переписчики. Им заплатили. Люди взбрасываются, богатые люди, и переписывают то, что он говорит. И поэтому столько много свитков осталось Златоуста. И поэтому мы можем 12 томов Златоуста читать. Советую очень читать Златоуста. Хорошо, когда богатый верует. Да, да. И они тогда понимали, что... У них, видите, было с чем сравнивать. Был могучий Рим, Константин и так далее. Они понимали, что это такое. И вдруг приходит христианство. И совсем не то. Им даешь деньги, они не берут. Им льешь на уши, как говорится, медные трубы. Они проходят легко эти медные трубы. Они не внимают тому, что ты хочешь расхолодить их сердце. Они идут только прямой стезей по окровавленным стопам Господа. Все. Как, откуда такие люди? И вот Терпуарян уже пишет, уже записывает, что какому-то там императору говорят о христианах. Знакомит его. И он говорит, какие жены у этих христиан. Интересно. Как-то вот познакомили же. И он увидел эту женщину, христианку. Кто дала ему этот повод написать, что какие жены у этих христиан. То есть, великая женщина оказалась. То есть, не поддающаяся. Ни на какие соблазны. И еще ум, высказывающая через язык. А вот о чем? Тем, что она истину Христову произносит. И поэтому, ничего от себя. Ни о тряпках, ни о каких, ни о болячках не говорит она. Ну, целила краткого духа. Да, да. А потом она придет и с мужем переговорит. Скажет. Муж, ну я вот так ответил. Что можно было еще сказать? И вообще, как я попала вот в это? Как ты считаешь, что такое произошло? И они договорились дальше, как она будет действовать в следующий раз. А муж уже берет от жены. Что ему сказать? Может быть, мужу надо промолчать в этот момент мужественно. Скажет, хорошо, что я промолчил. Да. Жена сказала. Вот как это, Лена Политыкина у нас по этому радио выступила. И такие, ну такое хорошее интервью у нее было. Прям великолепное. И сейчас оно у нас в сотрудничестве здесь. Так, ну ладно. На этом, наверное, закончим, да? Ну, все. Вопросы какие-то есть? На следующий еще пройдем стих. Два стиха. Три. Двадцать первого. По плану. По двадцать четвертый. Вот, чтобы никому не было тяжело, чтобы никто не кричал. Помогите, караул. Вопросы есть? Задавайте еще вопросы. Кто хочет, говорите. Ангел, вот ты, яши, благодать мне, чистая дева, радуйся. И по киреку радуйся. Твой сын воскресе три дня от гроба. Песня. 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 Господи. Песня. 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 Господи, благодарю Тебя за то, что Ты нас собрал здесь. Хотя и мы небольшое стадо, но все мы Твои. Сохрани нас, Господи, в любви друг к другу, чтобы мы научились понимать Слово Твое, чтобы мы друг друга понимали. Взаимопонимание, единодушие, единомыслие, пусть в сердцах наших сохраняется до последних наших дней. Слава Тебе, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Аминь. Алена, ты еще примешься к нашему малому стаду, и когда будет чем сравнить, ты скажешь, слава Тебе, Господи, что вот два человека есть. Но ты знаешь, как вот происходила Юля? Это просто невероятно. Какая она была интересная девчонка, как козочка. Прыгала, бегала. Сейчас, гляди, уже мама, говорит, десня.